Система безопасности в рамках системной платформы позволяет разграничивать права пользователей по функционалу и по взаимодействию с мнемосхемой проекта. Настройки безопасности галактики используются только для штатного режима работы проекта. Как именно конфигурируются у нас настройки безопасности? Ключевым элементом настройки безопасности является у нас роль. Для роли указывается с какими элементами и функциями среды разработки она может взаимодействовать. Какие приложения открывать, например, System Management Console, IDE, может ли импортировать или экспортировать объекты и шаблоны, может ли взаимодействовать с инструментами отладки. В рамках системной платформы также вы можете сгруппировать уже существующие объекты в так называемые security группы. И в дальнейшем для каждой роли указать с какой именно security группой может взаимодействовать тот или иной пользователь, та или иная роль. Также в рамках security групп вы можете сконфигурировать отдельные атрибуты для взаимодействия с ролями. Как именно формируются роли в зависимости от типа аутентификации системы безопасности? Какие именно бывают типы аутентификации? Это без безопасности, то есть настройки безопасности, настройки security отключены в проекте. Типы аутентификации Galaxy. Здесь у нас используются локальные пользователи галактики, которые создаются в галактике, роли которых создаются в галактике, и вся конфигурация пользователей происходит в галактике. OS user-based и OS group-based – это пользователи типа аутентификации, которые используют для присвоения тех или иных полномочий учетные записи операционной системы. Для OS user-based вы конфигурируете полномочия для каждого пользователя в отдельности в рамках галактики. Для OS group-based вы конфигурируете определенные группы безопасности вашей операционной системы в рамках системной платформы. Этим группам безопасности вы присваиваете определенный уровень доступа в системную платформу, и в дальнейшем уже система проверяет, принадлежит пользователь, с которым вы залогинились, определенной группе безопасности или нет. Как это все конфигурируется? Далее вы конфигурируете уже security-группы. Security-группы позволяют вам сгруппировать отдельные объекты вашего проекта в отдельные security-группы, соответственно. В дальнейшем security-группы появятся во вкладке роли, и вы сможете присвоить каждой роли возможность взаимодействия с той или иной security-группой. Как конфигурируются у нас роли? Если мы используем OS-групп security, то мы добавляем в каждую роль определенную группу безопасности Windows, либо операционной системы. И в дальнейшем присваиваем ей определенные полномочия. Именно возможность взаимодействия с IDE, возможность взаимодействия с System Management Console, возможность взаимодействия с определенной security-группой. То есть все возможности взаимодействия с security-группами в рантайме конфигурируются в нижнем поле. Все возможности взаимодействия и полномочия для среды разработки конфигурируются в верхнем поле. Соответственно, для IDE вы можете сконфигурировать, будет ли та или иная роль взаимодействовать с функционалом импорта и экспорта, с функционалом конфигурации пользователей и прочими. Если вы будете использовать тип аутентификации Арчестра, то есть Galaxy, то соответственно вы можете добавить свои собственные роли и сконфигурировать их. И данные роли будут действительно в рамках галактики. Пользователи конфигурируются только при OS User Security и Galaxy. Если вы выбираете OS Group Security, то пользователи у вас добавляются при первой аутентификации этого пользователя. В дальнейшем на практике я более детально покажу, как это происходит. Все действия оператора по изменению уставок, по изменению параметров ввода-вывода у нас генерируются и агрегируются в журнал Security Audit Trail. То есть все события архивируются у нас на сервере Хистория и для доступа вы можете, для отслеживания того, как именно происходили изменения у вас в системе, какие действия производил оператор, вы можете обратиться в базе данных SQL к ивентам. В рамках объектов также вы можете сконфигурировать возможность изменения тех или иных атрибутов. Это все конфигурируется при помощи функционала Object Security. Функционал Object Security представлен такими щитками и имеет несколько конфигураций. Это Free Access, Operate, Secure Write, Verified Write, Tune, Config и View Only. Более детально по каждому. Данные щитки, во-первых, вы можете установить только у тех атрибутов, у которых есть доступ UserWrite, то есть только у тех атрибутов, которые имеют возможность быть записанными от имени пользователя. Free Access, это означает, что любой пользователь сможет изменить данный атрибут. Либо далее, Operate, означает, что в основном используется для того, чтобы сконфигурировать штатные атрибуты, которые изменяются день до дня, то есть штатные атрибуты оператора, с которыми происходит ежедневное взаимодействие. Secure Write, это расширенный оперейд, который запрашивает подтверждение учетной записи оператора. То есть как только вы пытаетесь изменить атрибут с настройки безопасности Secure Write, у вас появляется диалоговое окно, в котором вы дополнительно вводите еще раз свой логин и пароль. Verified Write позволяет, по сути это расширенный Secure Write, также при попытке записи вам необходимо будет указать свой логин и пароль, но помимо этого нужно будет еще указать логин и пароль того пользователя, который имеет права на CanVerified Write. Tune. В основном это настройки для точного конфигурирования. Конфиг считается значительным изменением конфигурации. Например, если вы хотите изменить какой-либо регистр в PLK, отмеченный как конфиг, вам потребуется вначале перевести объект, который отвечает за этот PLK, в состояние of scan, и затем уже поменять конфиг, после чего ввести объект в onscan. И read-only, соответственно, данные атрибуты не могут быть изменены и записаны в рантайме, вне зависимости от прав пользователя. Посмотрим на практике, как именно конфигурируется у нас система безопасности. На примере виртуальной машины. Во-первых, все параметры конфигурации систем безопасности у нас производятся только тогда, когда у нас разлогинены все пользователи, и не происходит изменения каких-либо объектов. То есть все объекты находятся в состоянии чекин. После этого вы переходите в конфиг security, и в дальнейшем вы уже можете изменять тот или иной тип аутентификации. Если у вас по умолчанию стоял authentication mode none, то здесь вы его можете поменять. При первом изменении authentication mode, и в дальнейшем закрытии модуля настройки security, у вас будет запрошен логин и пароль нового пользователя. По умолчанию у нас есть заранее зарезервированный логин и пароль администратора. В принципе он так и называется администратор, который и без пароля, который имеет права на все редактирование проекта, на все изменения в рамках галактики. В дальнейшем вам необходимо при разработке проекта добавить администратору взломозащищенный пароль. То есть, так полномочия администратора убрать невозможно, вам необходимо будет указать новый пароль для него. Далее, здесь мы выбираем тип аутентификации, но Galaxy User Based у меня уже выбран заранее OS Group Based. Это означает, что все настройки и вся конфигурация системы безопасности будет заимствована из операционной системы. В операционной системе у меня заранее подготовлено несколько групп и несколько пользователей, с которыми мы в дальнейшем будем работать. Конфигурируются группы и пользователи в операционной системе во вкладке Local User and Group, либо если у вас используется доменная архитектура, то в контроллере домена. Здесь я добавил несколько групп. Это Tune, Verified, Разработчик, Operate, Config и 1001 и 3001. В дальнейшем с этими группами мы будем работать. И пользователи. Пользователи – это те пользователи, логин и пароль которых мы будем уже вбивать для логина в систему безопасности. Каждый пользователь принадлежит одной из групп безопасности. Соответственно, вы можете также добавить несколько других пользователей в указанные ранее группы. Таким образом, при использовании OS Group Based вам не требуется каждый раз заходить в Galaxy, в IDE и конфигурировать новых пользователей. Либо изменение пароля, либо изменение других конфигурационных настроек. Вы можете просто в рамках OS добавить пользователя и присвоить его в определенную группу. В дальнейшем системная платформа подтянет все указанные значения. Далее, Security группы. Security группы. По умолчанию у нас есть Default. Я также добавил новую Security группу и назвал ее Security. В эту Security группу я добавил объекты, которые мы будем в дальнейшем конфигурировать. В частности, Config, Operate, Redonely, SecurityFright, Tune и VerifiedFrights. На мнемосхеме данные объекты представлены такими иконками. То есть FreeAxis, Operate, SecureFright, VerifiedFright, Tune, Config и Redonely. Соответственно, у каждого из данных элементов есть свои настройки безопасности. В дальнейшем мы посмотрим, как они конфигурируются и как они изменяются. Далее. Также у нас сконфигурированы роли. Для того, чтобы сконфигурировать роли, нам необходимо просто добавить уже ранее созданную группу безопасности в операционной системе. То есть вы нажимаете плюс и выбираете, какую именно группу безопасности вы хотите добавить. Здесь уже все заранее добавлено и сконфигурировано. Для каждой роли сконфигурирован свой Access Level и свои возможности редактирования проекта. В частности, для разработчика отмечено, что он может изменять все параметры в рамках IDE, но не может произвести каких-либо манипуляций в рантайме. Для Verified указано, что он может только CanVerifiedWrites. Для Tune, соответственно, CanModifiedTune атрибуты. То есть все конфигурации и все те щитки, которые мы рассматривали в презентации, вы можете указать здесь. То есть Config, Operate, Tune и VerifiedWrites. Далее, Operate позволяет вам в группе Security изменять атрибуты типа Operate. Конфиг, соответственно, позволяет изменять только конфиг. Что понятно. Также рассмотрим сейчас именно Access Level. Для пользователей 1001 и 3001, для ролей 1001 и 3001, у нас выставлены отдельные Access Level. Access Level, по сути, это уровень доступа для визуализации, с которым вы можете взаимодействовать. Access Level может быть от 1 до 9999. И, соответственно, в рамках этих Access Level вы можете конфигурировать свою систему. В дальнейшем я покажу, где устанавливаются Access Level, как они конфигурируются и как они изменяются. Сейчас для пользователей 1001 указан Access Level 1001, для 3001 – 3000. И для всех пользователей Config, Operate, Tune, Verified, разработчик и администратор – все более 5000. Соответственно, по умолчанию, когда вы сконфигурируете все ваши роли, во вкладке User у вас не будет каких-либо пользователей, кроме администратора и дефолт, если вы используете OS Group Based Security. После первого логина пользователи у вас будут буферизированы, и в дальнейшем будет требоваться меньше времени на аутентификацию этих пользователей и проверку безопасности. Сейчас я залогинен от имени администратора. Далее, как я уже говорил, в настройках объектов мы можем сконфигурировать те или иные права. В частности, для атрибутов они конфигурируются у нас здесь. То есть, например, для конфиг. Для конфиг у нас указана возможность взаимодействия только конфиг. Это выставляется тип аутентификации около initial value. Это значит, данный атрибут может изменять только пользователь, у которого есть права конфиг. И, соответственно, аналогично проделана для каждого из указанных объектов. То есть, для operate выставлены права operate для всех внутренних атрибутов. Что мы видим? То есть, у нас есть две переменные. Это test.access.analog и test.access.bool. Соответственно, данные переменные у нас будут записываться также в хистория. Но это уже другая история. Дальше. Все это у нас сконфигурировано в рамках одного шаблона. Шаблона security. Давайте пока сделаем некоторые манипуляции. Также, помимо того, что у нас сконфигурировано на сроке безопасности для атрибутов, у нас также сконфигурированы еще графические элементы. Графические элементы у нас сконфигурированы следующим образом. То есть, здесь есть три основных функциональных единиц. Это три основных элемента. Это подпись, кнопка изменения аналогового значения и поле ввода аналогового значения и кнопка изменения булевого значения. Здесь для изменения в рамках графики как мы можем работать именно с access-level. То есть, мы можем указывать взаимодействие с access-level. То есть, считывать access-level определенного пользователя и указывать какие-либо действия, какую-либо анимацию. В частности, здесь для подписи у нас указано, что только пользователь с access-level более 1000 сможет быть залогинен. Точнее, сможет увидеть данную запись. Далее. У кнопки бул. Соответственно, у нас здесь только пользователь с более чем 5000 уровнем access-level сможет нажать на данную кнопку. И аналог. Только пользователь с более чем уровнем access-level 3000 сможет увидеть данное поле ввода. Что мы сейчас проверим на визуализации. Так, по сути, на визуализации. Как это действует? То есть, мы можем... Так. Верите логов. То есть, мы видим, что сейчас пользователь у нас ни один не залогинен. Мы видим тип аутентификации none. Точнее, имя пользователя none. Access-level 0. Как только мы логинимся, мы логинимся пользователем user1. 1001. Самый простой пароль. И мы видим, что у нас появилась верхняя надпись, у которой настроено отображение ее в зависимости от access-level. В частности, более чем 1000. Далее. Указываем user 3001. Пароль www. И теперь мы видим уже поле ввода. Соответственно, данные пользователи у нас не могут изменить ни один из атрибутов. Так у них нет прав на изменения. Дальше. Мы попытаемся проверить уровень доступа каждого из заранее подготовленных элементов. Сейчас пару секунд. Нужно будет проделать деплой. После того, как вы изменяете настройки безопасности, вам необходимо задеплоить все элементы, в которых вы произведены настройки безопасности. Далее. После того, как вы задеплоите изменения настройки безопасности, они автоматически применяются ко всем вашим услам и к вашим объектам. Далее. То есть, если мы сейчас залогиваемся пользователем интегратор, который у нас создает в группе разработчиков, мы не сможем взаимодействовать ни с какими из объектов и изменить какую-либо уставку. Мы видим, что у интегратора X-Level 6000. Все кнопки у нас доступны. Free Access, соответственно, мы также можем редактировать. Но уже Operate у нас не изменяется. Также. Соответственно, мы не сможем изменить ни Operate, ни Security Bride, ни Tune, ни Config от имени данного пользователя. Так у него нет прав на взаимодействие с данной группой. Данной Security группой. Далее. Если мы зарегистрируемся как оператор, у которого есть права только на Operate. Соответственно, Free Access мы также можем изменять. Но теперь также мы можем изменять права Operate. Здесь выделено рамкой как раз-таки три основных элемента, которые мы можем использовать с правами Operate. То есть Security Bride также он работает у нас с Operate. Но появляется диалоговое окно о том, что необходимо ввести подтверждение, то есть повторный логин и пароль. Вводим. И значение у нас меняется. То же самое и для аналогового ввода. Для Verified Rights при нажатии на изменения нам необходимо будет ввести, во-первых, логин и пароль вашего оператора, то есть собственный логин и пароль, и логин и пароль того пользователя, который имеет право на подтверждение. По сути, имя его подтверждающий. Пароль. Окей. И окей. Если все корректно, то, соответственно, вы увидите подтверждение в данном пользователе. То же самое и здесь. Далее. Оператор у нас не может изменять настройки Tune, настройки Config, ну и, соответственно, Read Only у нас не может изменять никто. Далее. Попробуем залогиниться у нас пользователем-наладчиком. Соответственно, только он может изменять параметры типа Tune. Но также Operate, Secure Right, Verified Right, он изменять уже не может, так как у него не предоставлены права наладчика, права оператора. Вы можете добавить наладчику и права оператора, таким образом он будет иметь возможность изменять параметры типа Operate. И для того, чтобы изменять параметры Config, во-первых, нам нужно залогиниться вначале оператором. Указать, что объект будет переведен в Offscan. Мы видим, что оператор у нас не может изменять данные параметры. Далее. Логинимся тем, кто может изменять параметры Config. И вот теперь мы уже можем изменять данный атрибут. Соответственно, у пользователя Config у нас не сконфигурирована возможность изменения Operate. Соответственно, мы ввести объект в Onscan уже не можем. Ну и Redonade, как вы уже видели, не может конфигурировать никто. И вносить изменения никто не может. Далее. Соответственно, все действия оператора вы можете отследить у нас в настройках. Если у вас атрибуты привязаны к функциям ввода-вывода, то в дальнейшем у вас в событиях появятся записи именно событий. То есть, был ли разрешен запись пользователя или нет. То есть, на примере старой мнемосхемы... На примере мнемосхемы, которую мы рассматривали ранее, у нас здесь привязана к вводу-выводу только кнопка On или Off. Соответственно, в дальнейшем мы можем проверить какие именно изменения и с какими правами и какой пользователь пытался произвести запись в вашу атрибута. Далее, для того, чтобы посмотреть, какие еще манипуляции совершал оператор, вы можете воспользоваться SQL-ем. То есть, стандартным SQL-запросом. У меня заранее подготовлено. SQL-запрос, которым мы сможем воспользоваться и посмотреть, какие именно действия производил у нас тот или иной пользователь в системе безопасности. Файл. И выполним его. Так. Пошли. Какие-то небольшие неполадки. на прохожий небольшой сбой в базе данных. Но в дальнейшем по факту вы сможете извлечь данные из базы данных SQL и соответственно проверить корректно ли у вас происходила запись тех или иных событий. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.